Да ладно тебе? Да я тебе говорю, это действительно интересно, заставляет задуматься и захватывает. Не удивляйтесь, дорогие друзья. Просто Миля пытается меня убедить в том, что в мире много интересного, помимо футбола, хоккея, кино и путешествий. Ну конечно, ты ведь еще ни разу не был в театре, а это совершенно другой мир, хотя в сущности отражает нашу реальность. Ну и куда ты меня ведешь? Театральную площадку МОМ, чтобы увидеть уникальную постановку одного нашего очень хорошего знакомого. Знакомого? В мире театра у меня точно нет знакомых. Конечно же есть. В этом мире каждый знаком с каждым. И рано или поздно мы встречаем там даже самого себя. Так, ты меня окончательно запутала. Ну тогда бежим. Ты как там оказалась? Не знаю. Жизнь Н. Моноспектакль в жанре психологической и лирической клоунады. История одинокого рыжего клоуна, который способен, перечеркнув все стереотипы данного жанра, занять особое место в сердцах зрителей. Этот спектакль родился еще в студенчестве, когда мы делали в учебном театре. Тогда это было под заимствованную музыку. Совершенно другая история. На протяжении уже нескольких лет мы делали большие перерывы, я делал с этим спектаклем, и потом этот спектакль меняется. И вот сейчас он, наверное, пришел в ту форму, которая мне больше всего близка, и которая мне нравится. Потом, когда я выпустился, я один раз его сыграл, и захотелось уже под свою музыку. Так мы и нашлись с Ромой. Рома написал музыку, после этого поменялась история. И вот прошло два года, и история снова поменялась, потому что мне кажется, что мой клоун и моя история взрослеет вместе со мной и меняется вместе со мной. Поэтому и меняется история этого спектакля. Эту музыку я писал, когда я был в Италии на одном фестивале. Поэтому она имеет такой французско-итальянский подтекст, как мне кажется, мотив такой. Все начинаются с овертюры, в таком вальсовом ритме. Как мне кажется, вообще вот эти вот страны, Франция, Италия, это такая колыбель клоунады. И большое внимание вот к этим жанрам, к вальс, танго. Инструменты я выбирал, такие как аккордеон, скрипка. Потому что мне кажется, уличные музыканты как раз выбирают эти инструменты для своего творчества. В каких-то моментах, где мне хотелось подчеркнуть комедийность или такую буфонаду, я использовал тубу. Потому что, в принципе, для большинства людей он ассоциируется с какими-то смешными звучаниями, такой бас низкий. Всегда это смешно. Это всегда такой суп. Это всегда бульон. Потому что что-то исходит от актера, потому что у Руслана абсолютно конкретная, такая его личная пластика и его взгляд на жизнь. Что-то подкидываю я, видя его, а что-то идет от музыки. Да, это как раз-таки, когда я первый раз познакомился со Славой из Джанго, это был Джанго Эдвардс, это испанский клоун, один из самых знаменитых клоунов в мире, как и Слава. У Джанго есть институт новой клоуна, да у Славы есть академия дураков. И вот они впервые за 20 лет объединились и сделали совместный проект, куда набрали кастингом у учеников. Было более 200-300 заявок со всего мира и отобрали 33 ученика из 15 стран. Не переставать радовать зрителя, радоваться самому, радоваться внутри своей семьи. Когда вокруг тебя радость, когда на душе и вокруг тебя хорошо, вот это, наверное, и есть успех. А в каком-то состоянии, в каком-то денежном эквиваленте это, наверное, не важно. Главное быть в радости. Вот это да! Эй, вы куда? Я с вами! Главное быть в радости.